Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня у нас с вами будет распаковка моих покупок из Японии. Я накупила огромное количество просто всего, начиная от еды, заканчивая нижним бельем. О боже мой! Внезапно! И даже вот такой вот кофтой, на которой написано, если честно, я не знаю, что тут написано, просто потому что я не очень хорошо читаю на японском, ну и купила просто, что прикольные иероглифы были. Да, Дэс. В общем, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе в давление аппликация, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Собственно, самая первая вещь, которую хочу вам показать, она сейчас на мне. Это вот такая вот удлиненная худи. Плюс у меня есть вот такая вот квадратная сумочка, как вы видите, тоже она очень похожая. Мне кажется, вместе с этой кофтой она будет смотреться просто шикарно. Вот такая вот футболка лежала у меня, самая первая в этой куче. Это белая футболка, на которой написано «Армии». Да, на самом деле, Аля Харха видела эту толстовку, да-да, именно Аля Харха сказал, тебе это нужно. А я посмотрела на это и говорю... Следующее, что попадает с меня на глаза, это розовый шампунь. И я думаю, вы уже заметили, что волосы мои претерпели некоторые изменения. Они стали розовые. И нет, я их не красила. Оказывается, в Японии продается огромное количество всевозможных вот таких вот цветных шампуней. Скупила просто все магазины. Короче говоря, что это такое? Это такие шампуни, как видите, конкретно у меня розового цвета, которыми ты просто моешь свои волосы, ополаскиваешь потом вот таким вот кондиционером тоже розового цвета, и на выходе получаешь вот это вот. И тут я поняла, что слава тебе, у святой шампунь. Вот тут идеально, если бы он как-то подсветился и был хорангелов. Но если этого нет, то можно оставить вот так. Сразу хочу сказать, что волосы этого никак не портятся, потому что это просто тот же самый шампунь, который работает по принципу синего шампуня для волос, который обычно используют блондинки, чтобы у них не был желтый оттенок волос, а был такой немножечко холодноватый. Я к этому ко всему также купила себе синие шампуни и даже сиреневые, чтобы если, например, было настроение сделать себе синие волосы или сиреневые волосы, я использовала именно вот эти вот шампуни. Рекомендую вам просто максимально, особенно вот эти вот кондишенеры, это запредельно круто. Конечно, большинство вещей, которые я сегодня вам покажу, можно купить только в Японии. Но на самом деле есть небольшой лайфхак, как покупать то, что ты хочешь и не лететь при этом в другой конец земного шара. Многие вещи можно найти в интернет-магазинах, но если пользоваться услугами кэшбэк-сервиса, то все становится гораздо интереснее и приятнее. Кэшбэк-сервис бэкит. Потому что это самый выгодный кэшбэк-сервис. Смотрите, пользователям этого кэшбэк-сервиса предоставляется быстрый доступ и вывод кэшбэка уже от 10 рублей. Очень классное функциональное мобильное приложение и специальные предложения для моих подписчиков еще круче. Бэкит возвращает по полной. Кэшбэк-сервис вернет кэшбэк и сумму покупок моим 10 рандомным подписчикам. 10 рандомных человек из тех, кто совершит покупку, перейдя по этой ссылке, получат все свои деньги в виде кэшбэка назад. А мой промокод ЛИСА, если вы его введете, то вы получите дополнительные классные ништяки при покупке всевозможных бьюти-штук. Так что покупать косметику теперь вообще максимально выгодно, потому что ЛИСА с вами. Ссылки я оставлю вам в описании. Посмотрите возможности сервиса, просто покопайтесь там, потому что это нереально круто. Я уверена, что вас это все очень заинтересует. Так что обязательно покупайте и результаты вы увидите в моем инстаграме и на ютубе, я тоже их сообщу. Далее у меня есть вот такой вот веер, мы его покупали, когда были в Киото и ходили в их храм. Там была безумная жарень, продавались вот такие вот веера, и я решила купить себе как раз-таки такой веер с лисичкой. Да ты задолбала меня уже падать, господи! Так, дальше у меня есть вот такая вот штука для давления черных точек. На самом деле ее увидела Тилька, потому что мы вместе летали, взяла себе, а я такая посмотрела на нее и говорю, а что ты себе берешь, а я не беру. И тоже взяла, вот так вот и живем. Далее у меня есть накладные ресницы. На самом деле накладных ресниц я купила просто немеряное количество, просто потому что мои подруги, они очень сильно просили провести им накладные ресницы из Японии. Всем понемногу, все разные. Для себя же здесь я отметила накладные ресницы на нижнее веко. Вы все просто не представляете, как долго я ждала этого момента, когда я куплю себе накладные ресницы на нижнее веко, потому что для меня это просто, мне кажется, супер мастхэв вещи. В принципе, для всех тех, у кого свои нижние ресницы слабые, но вас это не устраивает. Кстати говоря, ресницы все стоили супер дешево, даже учитывая курс, даже учитывая то, что Япония это вообще не дешевое развлечение, мне, наверное, в среднем обходилась вот такая вот огромная пачка ресниц, где их тут целая куча, ну, чуть меньше, чем 1000 рублей, рублей, наверное, 800-600, что, согласитесь, очень недорого. Дальше у меня идут вот такие вот две штуки. Это два ободка из Диснейленда. Одни выглядят больше, как заячьи кролики из Playboy, а вторые совершенно классические, вот такие вот красные бантики. Стилька себе взяла сиреневый, я взяла себе красный, мы хотели сделать парные фото, мы сделали парные фото, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там эти фото есть. Я мастер просто продвижения своего инстаграм-аккаунта. Потом я купила себе вот такую вот джинсовую куртку, я очень люблю джинсовые куртки, просто обожаю, офигеваю. Она очень-очень объемная, она очень теплая и одновременно она прохладная, то есть в ней совершенно идеально ощущается температура. А еще здесь вот такое вот очаровательное маленькое сердечко есть. Дальше у меня вот такая вот лютая приблудина, это шапка для кота. Короче, в Японии везде находятся вот такие вот автоматы. Ты кидаешь туда денежку, тебе попадает какая-то рандомная хрень. Собственно, таких рандомных хрений у меня много, парочку из них мы даже с вами сейчас откроем. Но некоторые рандомные хрени я не сдержалась и открыла уже на месте в самой Японии, и мне выпала вот такая вот голубая шапка для пафосной кицы. Так, а теперь к вопросу. Здесь у меня есть вот такая вот хрень, вот такая вот хрень и вот такая вот хрень. Это я уже показывала в моем влоге о Японии, вы его, если не смотрели, обязательно посмотрите, там интересно. Здесь у меня какой-то покемон вылезет сейчас. И это Иви. Вот такая вот маленькая классная фигурка Иви. На самом деле она очень-очень крутая и выполнена безумно качественно, несмотря на то, что она супер маленького размера. У меня как раз есть подруга, она фанатка Иви, и вот я ей подарю этот покебол. Пусть она будет счастлива. А следующий покебол у нас выглядит так. И здесь это платок. Не, ну спасибо, конечно, но серьезно, платочек? Какая-то дичь. Я буду носить с собой, короче, эту приблуду. И до тех пор, пока ко мне не подойдет какой-то мой подписчик, любой совершенно, она будет со мной. Но как только кто-то подойдет ко мне, узнает меня на улице, я подарю ему вот это великолепное яйцо и выложу это в свой инстаграм. Поэтому, кто хочет это яйцо, ищите меня на улице, пока я в Москве, или ищите меня в Корее, пока я буду в Корее. Переходим к косметозу. Следующий у меня пункт, это вот такая вот прикольная упаковка корректором для прыщей. Смотрите, как он выглядит. На самом деле, этот корректор нашла Тилька, и это очень круто, потому что у нее как раз выскочила пара прыщей из-за того, что она ела фастфуд. И она очень-очень люто, круто эти прыщи замаскировала. К сожалению, у меня пока ничего нету, ну или к счастью. Так что, как только появится, вы обязательно увидите это средство у меня на тесте в инсте или на видео. Здесь у меня вот такой вот BB крем от Canmake. Кстати, я эту фирму очень люблю, у них однозначно топовая пудра. Потом вот такая вот фигня для губ. Вот такая вот подводка. Честно, я думаю, вы понимаете, что купила я только ради дизайна упаковки. Уж больно выглядит это круто, анимешно все, как я люблю. Маска тканевая с Покачу. Еще одна подводка, потому что я же умею рисовать стрелки, поэтому я покупаю подводки, логично. Вот такой вот карандаш для губ. Две пудры от Canmake. Одну купила себе, другую купила у подруги. Вот это та самая пудра, о которой я постоянно вам говорю, она мега топовая. Клей для ресниц. Кстати говоря, оказался офигительным максимально. Вот те ресницы, которые у меня сейчас приклеены, это было наклеено при помощи этого клея. И это просто супер крутой клей, даже для таких рукожопов, как я, реально затащила. И еще я купила себе вот такую вот приблудятину. Это приблудятинное средство для электронной фиксации ваших ресниц. Знаете, вот есть всевозможные процедуры в салонах красоты, типа ламинирования там ресниц. Вот я купила что-то вроде того, только для домашнего использования. Сейчас будем с вами это тестировать, очень уж интересно посмотреть. В пользу случаем нашла еще один вот этот вот кондиционер, о котором я говорил ранее. И здесь у меня вот такой вот розовый керлер. Уж больно красиво он выглядел. И еще одна вот такая вот пудра, только те были золотые, а это розовая. Еще у меня есть тушь для ресниц. Я, честно, вообще без понятия, что это за бренд. Я без понятия, что он вообще из себя представляет. Первый раз вот это вижу. Но меня подкупило то, что у них маленькая щеточка. Давайте, кстати, попробуем эту тушь прямо здесь, прямо сейчас. Она просто гипермаленькая. Вообще, понимаете, насколько она крошечная? Она, по идее, должна сделать мне сейчас мои самые лучшие ресницы в жизни. Но если это не так, то я расстроюсь. Вроде хочется высказаться, а вроде видео хочется снять с обзора на японскую косметику. Поэтому я просто оставлю вам здесь вот то, что вы так что увидели. И вы сделаете выводы сами. Кстати, напишите ваше предположение, как вы думаете, мне скорее понравилось это тушь или скорее она... Дальше у меня идут вот такие вот бутинки. Если честно, я уже сто лет не покупала обувь на каблуках. Я без понятия, что это бренд, но относительно всего остального они стоили дорого. Цел 4 тысячи рублей. Чтобы вы понимали, все остальное, таких бешеных денег тут не стоило. Ну, кроме, разве что, пары-тройки вещей, которые вот так выглядят, да, кстати, это я должна вам тоже показать. Вот это, наверное, самая дорогая вещь из моей поездки. Poshua это новый iPhone, 512 гигабайт, вообще просто где он там лежит, покажу вам его. И чехол к нему тоже обошелся, тысяча две за этот чехол. Купил мне Оля Вархат, стояла вместе с Денисом в очереди, пока мы с Тилькой занимались шоппингом. А потом принес, а я такая, о, это же iPhone, он такой, ну да, а я такая, о, спаса. Ну, на самом деле, все было совершенно иначе, но эти подробности вам ни к чему. Вернемся к ботинку. Собственно, ботинок на высокой платформе, вот с такой вот перегородкой, вроде как был удобно. Еще я очень сильно офигела с того, что, оказывается, в Японии нету размерного ряда обуви, у них есть обувь S, M и L. Вот, у меня размеры ноги так-то 35.5, обычно я покупаю 36, и когда я попросила дать мне S, S мне было мало. А вот M, то есть вот это вот оказался как раз, так что такие дела. А теперь время еды. Еды, еды, но больше рук у меня нет. Так, поехали. Это для того, чтобы делать себе дома мачо. А это желе. Это одно из моих самых любимых желе ever просто. В Москве оно тоже есть, я его неоднократно показывала вам в инсте. Рассказываю, в Москве пачка этого желе стоит 700 рублей. Ну, ваше предположение, пока я доедаю эту желешку, господа, напишите вот прямо сейчас это в комментах, пока я болтаю всякий бред. Сколько вы думаете стоит это желе в Москве и сколько стоит оно в Японии? А я пока доеду. Это желе богов. Богов винограда. Написали в комменты. В Москве это желе стоит 790 балиять рублей. В Японии оно стоит чуть больше сотки рублей. Я купила себе разных вариантов с разными вкусами, которые у нас даже недоступны. Потом из конфеток здесь были вот такие вот конфетки шоколадные с матчей. Я купила их для дома. Еще один тип желе. Уже немножко по-другому выглядит. Это вот такие вот тоже желешки с виноградом. Там еще внутри есть куски алоэ или самого винограда в форме сердечек. Кстати, я это не пробовала, попробую прямо сейчас. Вкусно. Но тут гораздо лучше. Этот более жидкий, а я люблю, когда желе прям такое, знаете, больше похоже на мармеладку. Лайк. Так, дальше у меня есть вот такой вот массажер для лица. Честно, вообще хз. Что это? Зачем это было куплено? Я увидела, что в Японии везде продается вот такая вот штука. И она типа для того, чтобы массировать лицо, чтобы там делать профилактику. Мышцы, хотел сказать, морщин. Пока никакой вывод вообще не могу дать. Но если вещь окажется важной и нужной, я обязательно об этом сообщу в инсте. Да, я жертву маркетинга. Если что-то активно где-то продвигается, я, скорее всего, это куплю. Далее здесь есть вот такая вот юбка. Я покупала тоже на Харадзюку. Это самый молодежный, считается, район. И я покупала ее, чтобы носить и радоваться жизни. Чем я, собственно говоря, и занималась. Юбка мне нравится. Она прям вообще топовая. Есть еще одна юбка. Сиреневая школьная типичная юбка. Покупала ее для того, чтобы в Японии сразу же и носить. Но было очень жарко, потому что к ней я купила вот такую вот кофту. И поэтому я их вместе в комплекте не носила. Но хотя бы сейчас вам покажу, как бы это должно было выглядеть по идее. Также я купила еще себе высокие носочки-гольфы. Очень люблю высокие носки-гольфы. Тем более с надписями. Просто вообще офигительно. Вот. Буду носить как раз сейчас погода не очень. Я, если честно, очень люблю сочетание полупрозрачных черных колготок. И вот гольфики черные, плотные. Прям мне очень-очень визуально нравятся. Далее снова еда. И, конечно же, куда же я без раменов. Дошарап. Курица или говядина? А что выберешь ты? А-а-а! А теперь к вопросу А. А-а-а! Как мы все знаем, трусики пропуск в усыке. Или как-то так, короче говоря. Это панцу. И да, они меховые, потому что это как бы типа панцу-кошечка. Ну да, как-то так. Мягкая, пуховая, маленькая, смешная киска. Пришел кот. Я отвечаю. Он пришел. Еще я купила себе вот такие вот гетры. Это не наше вообще это. И когда я была в школе, и меня заставляли на сигетры. У меня была истерика, поэтому я их снимала. Но тут я их решила купить. И наверстать, так сказать, упущенное. Опять еда. Опять еда. Это дрипон. Я сперла его из отеля. Что такое дрипон? Я рассказала в моем блоге про японию. Это конфетки жевательные с запахом соды. Обожаю японскую соду. Еще попробую, кстати говоря, эти конфетки. Потом еще желешки. Еще японские конфеты со вкусом розы. Японские конфеты со вкусом ягодок. Японский киткат со вкусом клубники. Я не знаю, где-нибудь увидите, когда-нибудь попробуйте. Киткат со вкусом клубники. Это бог среди киткатов. Желешки в форме арбузиков. Оказалось, у меня есть еще косметика. Это вот такой вот клей для глаз. Но, как вы понимаете, купила просто потому, что здесь девочка. А я люблю красивых девочек. Ну да. Вот такая вот штука. Вообще еда или что я купила-то, господи? Зеленый леденец. И кулон с девочками анимешными. Ну ладно, кулоны лишними не бывают. И вот такие вот конфетки привезла я с Киото в качестве сувенира, подарка кому-то. Потому что они выглядят очень необычно. Зацените сами. Ой, забыла про эти два пакета. Дай, пожалуйста, мне их. Вот это самый классный пакет. Два огромных пакета было. Это какая-то жесть. Это пакет со всяким мерчом от Hello Kitty с косметикой. А второй огромный пакет, как вы уже понимаете, потому что здесь нарисовано, это пакет из Покемон-центра. Но это уже еда. Например, у меня есть Дошик с Пикачу. И это я тоже буду снимать видео с проверкой еды от Покемонов. Потому что некоторые вещи здесь даже придется готовить. Например, вот это вот карри. Да, от Пикачу и Ирии. И да, еще один пакет с мерчом из Диснейленда. А пока едем дальше. Здесь есть линзы. Я купила вот такие вот однодневные цветные линзы. Кстати, первый раз вижу именно однодневные цветные. А вот эти линзы вообще от BTS. Я не знаю, чьи конкретно у меня здесь будут глаза. По-моему, это Чимин. Кто же еще? Дальше пошел онямешный мерч. Я бы хотела купить больше, но я поняла, что у меня реально уже так очень много аниме мужиков. И я просто не хочу. Единственное, как бы я купила, я бы купила фигурку Люси Эли Грея из Фейритейл. Да, я однажды сказала, что мне не понравилось Фейритейл. Но этим летом я решила его пересмотреть. Значит, здесь у меня вот такой вот брелок на сумочку с Sailor Moon. Здесь брелок на сумочку с Чебиус. И один оставлю себе, второй оставлю подружке. Этот прицеплю на мою розовую сумку. Потому что я просто обожаю, когда на сумках всякая приблудятина. Потом есть вот такая вот насадка на USB зарядку от Гентамы. Ну, не от Гентамы, а с Гентамой. Я купила себе и подружке две такие фигурки. Себе я купила, естественно, с Гентоки, потому что это мой фаб вообще. И моей подруге я купила шинске, потому что она фабает, соответственно, на шинске. Еще у меня есть вот такая вот коробка. По-моему, это просто коробка рандома. Как раз-таки из моего видео с влогом. Здесь переходник, потому что в Японии вот такие вот розетки. Соответственно, насадки нужны соответствующие. Здесь у меня фигурка Люси, которую я тоже на сумку себе повешу. Блин, вы себе просто не представляете, как тяжело это было найти. Представляете, вот эта вот маленькая милая фигурочка обошлась мне где-то в 1700 рублей. Потом вот это. Как вы думаете, что это такое? Вы думаете, что это же из Сейлор Мон? И, в общем-то, вы правы, но нет. На самом деле, это валик против кошки. И это идет в подарок одной девчушке, которая имеет кошку и которая любит Сейлор Мон. Вот такой вот идеальный, я считаю, просто подарочелло. Нашла также вот такие вот маленькие стикеры со звездочками и стикеры с сердечками. Очень крутые вообще вещи. Особенно буду клеить их на какие-нибудь креативные свои макияжи и выкладывать. Кстати говоря, вот эти вот стикеры обошлись где-то в 80 рублей. Я считаю, что этих стикеров просто пожизненно мне хватит. За 80 рублей это вообще просто угар. Два контейнера для линз черные и сиреневые, потому что я люблю хранить линзы в цветных коробочках. То есть, если я беру все сиреневые линзы, я хочу, чтобы они лежали в сиреневые упаковки. Как раз мне не хватало черных и сиреневых, нашла, купила. Молодец. Еще одна насадка на USB вот с таким вот сердечком тоже уйдет в моей подружайке. Мэнтос со вкусом виноградовой соды. Обожаю. И еще здесь у меня, кстати, это уже одна из последних позиций. Это серьги. Одни с надписью Kiss Me, вторые вот в форме вот таких вот леденцов. Хотя это даже не серьги, это клипсы. Но, блин, от этого... Не хуже, а только лучше. Были куплены в детском каком-то магазине. Ну, вы вот вообще зацените, насколько клево это выглядит для моих макияжей креативных. Вынести это прям вот то, что нужно. Тебе прям хочется сделать какой-то образ такой Lollipop Girl. И серьги Kiss Me. Ну, просто красные в форме сердечек. А я безумно люблю серьги в форме сердечек. Я думаю, по мне это заметно. И напоследок я хочу показать вам розовые маски, которые мы купили аж за 3000 рублей. Как раз в Корею поеду. В Корее не очень с экологией. Там проблемы с микропылью. Буду носить там эти свои розовые маски. И мне будет хорошо. Так что, если видите попенку с полурозовыми волосами, с розовой полурозовой маской, отъем. И у меня для вас будет яйцо. Что ж, вот такой отамбоксинг у меня получился. Надеюсь, что вам это понравилось. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте лайк. Обязательно напишите об этом в комментарии. И, конечно же, расскажите, какую покупку из этого всего вы бы хотели купить себе. Что бы вы себе больше всего хотели из того, что вы увидели. И я на этом с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Смотрите мою распаковку скорее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok